И сегодня нашим гостем является Дмитрий Феликсов. Нужно быть большим. Ты закончил программу NBA. Попали на 150 тысяч евро. Приветствую, друзья! Мы снова на канале Бизнес Конструктор. И сегодня нашим гостем является Дмитрий Феликсов. Это человек, который напрямую причастен к огромному количеству событий, которые проходят в Украине. Это музыкальные события, это всевозможные концерты. И дело в том, что Дмитрий является основателем платформы, которая называется Concert.ua. И не только это является бизнесом, Дмитрий. Дим, привет! Очень рад тебя видеть на нашем канале. Расскажи про структуру твоих бизнесов, собственно. Какие компании входят в сферу твоей деятельности и что является основным? На текущий момент у нас три основных направления. Первое из них это Concert.ua. Это сервис по продаже билетов, двухфакторная бизнес-платформа для зрителей, для организаторов. Второй наш бизнес, собственно говоря, тот, с которого мы начали 19 лет назад, это Virus Music. Мы начинали с выпуска музыкальной продукции, аудиокассет, компакт-дисков. Сейчас основным является организация проведения концертов, фестивалей. Наиболее значимый из ближайших из них это концерт Димы Монатика на Олимпийском и приезд Армина Ван Бюрена в Международном выставочном центре в будущем году. Также концерты Джамалы, вот буквально совсем скоро, и юбилейный концерт Ляпиз-98. И третье наше бизнес-направление, которое мы освоили буквально в этом году, это концерт-холл Билетаж. Мы являемся владельцами площадки, которая сдается для проведения мероприятий, концертов, бизнес-событий, кстати, можешь тоже иметь в виду. Круто, круто. Мы там проводили недавно события. Я прекрасно, да, обучали целую, там, больше 300 человек управлением финансовым, поэтому знаю, знаю, большой экран. Да, да. Супер. Хорошо, слушай, расскажи тогда немного просто твое становление, то есть мне интересно, знаешь, понять весь твой путь, как ты к этому пришел, потому что, ну, явно ты не открыл все компании сразу, да, и сфера продажи билетов, ну, такая достаточно не, как бы, с первого взгляда она не кажется супер большим рентабельным бизнесом. Да, не очевидно было. Да, не очевидно было. Совершенно. Значит, начали вот как раз 19 лет назад из любви к музыке. Я, мой бизнес-партнер Женя Лысенко, мы со школьной скамьи дружим, увлекались электронной музыкой и хотели ее нести в массы. Тогда нашли для себя способ тиражирования, Женя был диджеем, и тиражировать этой музыке, которую он играл или создавал, мы распространяли на аудиокассетах, очень быстро из этого, как бы, поймали бизнес-волну, смогли наладить дистрибуцию, продажу. Следом уже последовал букинг артистов, которых мы подписывали на лейбл для выпуска кассет. Дальше уже последовало проведение каких-то вечеринок, концертов, фестивалей. Оно вот как бы развивалось одно за другим. И в 2010 году мы подошли к тому, что количество проводимых нами событий и продаваемых на них билеты уже превосходило 100 тысяч билетов в год. Тот старый способ в бумажном виде нас уже кардинально не удовлетворял, а других предложений на рынке не было. Поэтому мы в 2010 году самостоятельно создали тогда небольшую платформу для продажи билетов под одно событие. Опять-таки, почувствовав в течение ближайшего времени зрительский интерес нашей аудитории и интерес других организаторов, также попродавать свои билеты. В 2012 году мы создали марку Concert.ua, и, собственно говоря, 2012 год является для нас годом основания Concert.ua. И с тех пор развиваем это бизнес-направление. Ключевым для нас стал 2014 год, когда в стране произошел кризис. У нас на тот момент помимо этих бизнесов был еще бизнес рекламных агентств, было несколько e-commerce проектов, музыкальная школа. Все это пришлось закрыть. Скажем так, мы решили для себя вот стратегии такой дифференциации. У нас было много разных бизнес-направлений. Мы сконцентрировались в тот момент только на двух. Проектная работа по организации концертов. Скажем так, на тот момент у нас буквально только одно событие мы за год сделали, два больших. И такая постоянная системная работа по развитию билетного оператора. Если ты являешься собственником или топ-менеджером компании, задай себе несколько простых вопросов. Насколько системно выстроен твой бизнес? Присутствует ли четкая организационная структура в компании? Насколько эффективны сотрудники? Как происходит управление финансами? Насколько системно происходит управление стратегическим развитием бизнеса? Если на многие из этих вопросов у тебя нет уверенного ответа, то я приглашаю тебя на практикум систематизации бизнеса. Это лучший практикум, который мы проводим в бизнес-конструкторе. На этом практикуме ты получишь концентрат знаний обо всех ключевых элементах, которые должны быть выстроены в эффективной компании. Мы разберем, как строится конкурентная бизнес-модель компании. Мы научимся строить систему привлечения и удержания клиентов с использованием различных каналов привлечения. Мы научимся строить эффективные организационные структуры. Разберем, что такое качественные бизнес-процессы, как их внедрить. Как строить систему подбора персонала, систему вводного обучения, как мотивировать команду, как создавать сильную и качественную корпоративную культуру, как внедрять управленческий учет, как системно, операционно управлять компанией и внедрить эффективные мероприятия по стратегическому планированию. Все это будет на практикуме систематизации бизнеса. Это крутое мероприятие, которое стоит посетить каждому собственнику бизнеса. Присоединяйся к нам и вперед. Поехали. Пошли. Скажи, пожалуйста, а вот эти многочисленные ларьки в переходах, где продаются билеты, ты к ним как-то имеешь какую-то причастность? Или это вообще твои конкуренты, которые... Ты знаешь, ларьки в переходах от этого формата уже практически нет. Наши торговые точки, билетные офисы, они находятся в основном в торговых центрах. Их порядка 20 в Киеве. Плюс у нас достаточно большая партнерская сеть. У нас офис в Одессе, и там находятся билетные офисы. Мы одно время рассматривали для себя вообще полный... Не хотели, не видели перспективы в розничной торговле билетами. Все-таки в современный формат. Вот буквально пару дней назад мы запустили оплату при помощи Apple Pay. И ты буквально идентифицируешь со своего телефона отпечаток палец или лицо, и у тебя моментально происходит оплата. При наличии таких технологий, казалось бы, розничная торговля должна умереть. Но на определенном этапе, где-то года полтора назад, мы исследовали аудиторию и поняли, что есть небольшая прослойка людей, которая и знакома с e-commerce, и имеет кредитные карты, но по-прежнему хотят купить билет у человека. Поэтому для этой категории мы оставили розничную сеть. Консерваторы такие? Да, но из подземных переходов, конечно, мы не очень хотим именно в подземных переходах быть. Расскажи немного про экономику деятельности. У вас есть, я так понимаю, два типа билетов, которые вы продаете. Ваши собственные мероприятия, и это меньшая часть билетов, которые вы реализуете сейчас. Конечно. И есть большая часть перепродажа билетов на чужие мероприятия. Да, смотри, мы очень четко разграничили внутри наши бизнесы, вот три бизнеса, о которых я говорил, существует четко понятное взаимоотношение между ними, бизнес-взаимоотношения, то есть один бизнес не поедает другой. Есть трансферная цена между организатором и билетным оператором, и если организатор события Virus Music, то для Concert.ua вирус просто клиент, который на таких же коммерческих условиях, на таких же, на которых бы вирус мог получить услугу у конкурентного билетного оператора, он ее закупает у концерта. Поэтому здесь четко взаимоотношение B2B. Большая часть, учитывая масштаб Concert.ua, это самый крупный билетный оператор сейчас в Украине, вирус — это один из клиентов, и да, он ключевой, но не валообразующий. Тогда расскажи, как устроена схема работы Concert.ua, то есть есть некий вендор или организатор мероприятия, да, он вам предоставляет билеты или вы просто работаете как агент, который не выкупает билеты, а просто пересылает заявки, например, этому вендору, как это происходит? Самая распространенная схема, Concert.ua является агентом по продаже, ты, например, там организовываешь свой бизнес-мероприятие, тоже мог бы размещать у нас свои билеты, и за комиссионное вознаграждение мы их продаем. А вообще, насколько сейчас есть такая тенденция ухода от каких-то концертных мероприятий, то есть разбавление это, например, бизнес-мероприятий? Слушай, да, рынок на самом-то деле интертеймента так такового растет, и даже бизнес-события перестают быть, ну, скажем так, скучными, они становятся, добавляются элементы перформанса, и, ну, мне кажется, это вообще новый современный тренд, когда бизнес-событие может быть классным. Супер. А если говорить о математике, то есть средняя цена билета-то сколько, и какой диапазон? Смотри, если говорить о событиях концертных, то средняя цена октября где-то в районе 600 гривен стоимость билета. Мы там следим за этим показателем. Октябрь начинает снижаться за счет увеличения контента так называемого семейного типа, который начинает выходить в продажу. События будут проходить в декабре, в январе, но продажи, активные продажи уже начинаются в октябре. На эти события традиционно цена чуть ниже, и средняя цена октября понижается. Но в целом потребитель современный способен, ну, то есть окей, 500-800 гривен цена за концертный билет. А какая ваша комиссия? Скажем так, стандартная комиссия 10%, среднерыночная от 8 до 10. Бизнес билетного оператора, он достаточно низкомаржинальный, находится там, ваш бизнес в районе 13%, и доходная часть состоит из комиссии, которая платит организатор, допустим, 8-10%, и комиссии, которая платит зритель 5-7%, так называемый сервисный сбор. Это доходная часть, и уже дальше, из этого происходят все расходы на операционную деятельность. Я так понимаю, что основной инструмент продвижения – это интернет-маркетинг. Безусловно. А какая доля клиентов, которые покупают у вас на сайте, являются постоянными клиентами? Отслеживаете ли вы это? Либо это каждый раз новые клиенты, которые заходят? Нет. У нас высокая доля постоянных клиентов, но я сейчас думаю, что ошибусь, если назову какую-то приблизительную цифру. Может быть, это от 20 до 30%. Такой вот разброс, опять-таки, тоже в зависимости от сезона. Сейчас, к зимнему сезону, количество постоянных клиентов в корзине начинает расти, потому что вообще аудитория у нас не очень часто ходит. Это в целом такая как бы рыночная, не знаю, возможности проблемы одновременно. Проблема в том смысле, что рынок организаторов и билетных операторов в коммунистерстве недополучают, недозарабатывают доход, возможность. Но, опять-таки, если раскочегарить саму категорию, сформировать привычку такого достаточно посещения концерта, как поход в кафе или в ресторан, просто как время проведения, лайфстайл, то количество бизнес вырастет. Но вот говоря о постоянных клиентах, как раз вот есть категория семей, мамочек, бабушек. Они очень часто ходят на события один раз в год. Вот зимой всей семьей, там 3 плюс человека с ребенком сходить на какую-то новогоднюю елку. И это вот клиенты такие, они, как правило, постоянные. Окей. А какое количество билетов, в общем, вы продаете за год? Ой, слушай, этот показатель растет. Я тебе хочу сказать так. Мы в 2012 году концерт ЮА появился. До 2014 года, наверное, все-таки это был билетный оператор такой, продающий дискотеки, как нас называли конкуренты. И по большому счету нас не замечали. Но вот с 2014 года, за эти 4 года, мы кратно росли от года к году и продолжаем такой достаточно уверенный темп. Из таких известных фактов. Не знаю, ты понимаешь, тут количество билетов, рынок неравномерен. Количество событий в январе, в августе, в ноябре, они отличаются. Все зависит от контента в рынке. Если, например, в январе этого года, или в феврале прошлого года вышла продажа Евровидения, то это сделало существенный всплеск по зрителям и по продажам. Поэтому 100 тысяч плюс. Окей. Скажи, какая команда вообще обслуживает весь этот бизнес у тебя? Сколько людей в команде Concert.ua? Смотри, ну, что мы называем командой? Ну, от людей, которые занимаются маркетингом, продажами, вплоть до, там, бэк-офиса. Или у вас есть какой-то шеринг, разделение, общие какие-то ресурсы, да? Да, какие-то, да, какие-то задачи мы… Ну, например, курьерская служба, да, часть зрителей продолжают покупать, хотят купить билет с доставкой, получить физическую копию, и нет возможности, там, не знаю, сходить в один из билетных офисов. Мы для доставок в Киеве используем, там, собственные ресурсы, это, условно говоря, 5-6 курьеров, но при этом активно используем аутсорс достаточно известных курьерских служб, где количество людей, ну, в общем, бесконечно. Ну, да, я говорю о штатах. Да, штат, ну, это, скажем так, это 50-60 человек бэк-офисов, которые закрывают, там, все основные задачи, плюс офис, ну, скажем так, плюс штат менеджеров билетных офисов, и есть еще отдельный одесский офис. Скажи, а вот эта часть команды, которая занимается маркетингом, сколько людей? Ты знаешь, на самом деле, это всего два человека. Мы очень активно используем аутсорс в плане маркетинга по нескольким причинам. Во-первых, классные маркетинговые специалисты, они очень ценны, они, их сложно надолго около себя заякорить, вот, и даже самых классных специалистов все равно периодически, классные команды, вот, в плане маркетинга лучше, там, чуть-чуть менять, что ли, да, там, использовать. Поэтому мы используем, мы работаем с разными командами, с разными компаниями для, там, своих задач. Скажи, а ты вообще в эту историю веришь? Потому что, лично я скажу, вот, мой опыт и опыт многих клиентов, кто у нас работает, показывает, что чистый аутсорс в чистом виде, когда ты просто берешь компанию, даже именитую хорошую компанию, даешь ей в аутсорсинг-мартинг, ты получаешь значительно худшие результаты, чем если бы это сидел сфокусированный человек в команде, вот в твоем случае. Ну, понимаешь, вот, если нарисовать, там, карту бизнес-целей, да, там, стратегическую карту, понять, какая основная цель бизнеса, то маркетинг не является основной целью концерт-юа. Это лишь инструмент. Поэтому у нас, вот, мы для себя решили, что, там, двух ключевых специалистов, один из которых партнер компании, Дима Чинь, вполне достаточно для текущих задач. Мы пробовали, добирали специалистов, но ты, вот, хороший пример работы с агентством Федерев. Мы в прошлом году, в прошлом и в этом году имели, там, один большой проект и один небольшой. Но это брендинг, ты так понимаю, больше. Да, ну, ты понимаешь, эту же задачу мы все годы до этого решали самостоятельно. Мы как-то самостоятельно определяли своей, там, креативной платформой, со своим внешним видом, со своими сообщениями, которые мы транслировали, каким образом мы все это доказывали. В какой-то определенный момент времени мы решили, там, сделать качественный рывок вперед. И, когда завершили проект, мы посчитали от обратного, что мы на проект с этой командой потратили 9 месяцев. То есть 9 месяцев с момента входа в проект и, там, словно говоря, все, мы посчитали, что задача выполнена. Мы потратили денег сравнимо, если бы мы на этот же срок наняли, там, двух суперспециалистов в команду. Мы очень довольны результатом и считаем, что за те деньги, которые мы получили, это достаточно адекватно. Если не секрет, а тысячи долларов, десятки тысяч долларов, сколько такого? Десятки. Ну, ты наверняка с Андреем общался. То есть он достаточно публичен в плане, там, своих стоимости. Для нас не было каких-то дисконтов. Нам были какие-то подарки, там, в плане, там, когда они создавали наш логотип. Это не было частью задачи. В целом Андрей сказал, слушайте, у вас классный логотип, пусть все-таки остается. Ну, класс. А в середине проекта такое было. Знаете, ребят, мы тут подумали, вот, мы немножко его освежили, это будет наш вам подарок. Ага, окей. Касательно аутсорса, ты понимаешь, все очень индивидуально. Мы для себя вот в маркетинге, мы продолжаем экспериментировать. Например, что касается IT, мы точно ушли от аутсорса. Полностью ушли от аутсорса. То есть это у нас полностью своя хаус, команда разработок. И это тоже решение моего партнера Жени, который сказал, ну, типа, стоп, там, окей, мы можем там верстку какую-то на стороне заказать, там, какой-то анализ, экспертизу. Но все то, что касается кода, его реализации, все должно происходить внутри. Что же до маркетинга можем менять? Просто смотри, я верю в аутсорсинг брендинга, то, что брендинг разработать и правильно, и нужно с агентствами вроде Федорова. Я верю в аутсорсинг, IT-разработок, если это не твоя ключевая, как бы, экспертиза, функция, когда, там, тебе не, ты не, ну, грубо говоря, не booking, который, ну, хотя ты по факту booking, только как билеты, да, но когда у тебя, допустим, какой-то ограниченный масштаб. Но если говорить об управлении вот таким performance маркетингом, то есть это некая воронка, да, есть там охват, там, какие-то сетяры, трафик, конверсии, да? Это все внутри. Это все внутри. Это внутри, конечно. Это два человека. Этот анализ полностью внутри. Стратегия и, это же не совсем маркетинг, это уже такой анализ данных. Ну, digital чистой воды. Да, 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 анализ данных внутри происходит, конечно. Ну, анализ, ну, а управление настройкой каждого канала? Все внутри. Все внутри, то есть это два человека этим занимаются? Да. Ну, это… Ну, скажем так, они дальше руки, когда ты определяешь точно задачу, то руки могут быть на стороне, которые делают до настройки. Ну, смотри, у тебя же бизнес построен, получается, у тебя, ты на билете зарабатываешь комиссию, там, 10%, ну, грубо говоря, там, 600-600 гривен билет, это, там, 60 гривен билета. Да, маленькая, очень маленькая маржа. Нужно, нужно быть большим. И тогда вопрос следующий. Вот недавно брали интервью у Андрея Буренко, TripMyDream, ты знаешь компанию, да? И у них тоже большой идет трафик, большие, большие обороты достаточно, там, тоже какие-то сотни тысяч они авиабилетов продают. И при этом маржа очень маленькая, да? Мы когда с ним общались, он говорит, я, ты знаешь, для меня этот бизнес не… То есть, по факту, когда, вроде бы, большая компания с большими оборотами, но по факту она является трафикообразующим для другого проекта. То есть, просто это площадка, где они получают трафик для своих, например, медиаплощадок, где они там ведут каналы на YouTube по путешествиям, и там уже продают, фактически монетизация идет в другом. Вот в твоем случае, насколько это является бюджетонаполняющим бизнесом, либо просто трафикообразующим, либо имиджевым бизнесом, как ты их характеризуешь? Ты понимаешь, я убежден в том, что природа покупок в ближайшее время изменится, и сегодняшняя функция билетного оператора превратится, сведется до транзакции. Зритель, организатор на концерте встретились, и произошел обмен. Своё будущее видим в том, чтобы развивать зрительскую аудиторию, помогать делать выбор, потому что количество событий резко возрастает, врываются. Опять-таки, мы только что говорили с тобой о бизнес-событиях, как о перформансе, а не просто о какая-то полезной функции. Количество событий будет расти, ориентироваться в этом количестве событий будет очень сложно, и вот как раз концерт ЮАЗ, как современный билетный оператор, он будет помогать делать этот выбор. И я уверен, что это приведет к увеличению общего числа продаж, соответственно, больший объем даже на маленькой марже, это будет давать хороший доход. И, вероятно, будет увеличение стоимости транзакции, потому что если традиционно в концертном бизнесе агентское вознаграждение, условно говоря, 8-10% является нормой, то в событиях бизнес-сегмента там о других комиссиях идет речь, и мы верим в то, что там на других типах событий сможем зарабатывать больше. То есть для нас все-таки это не суппорт какого-то другого бизнеса, это основной бизнес. А долгосрочная цель? То есть это операционный бизнес, который приносит деньги, либо это продажа этого бизнеса кому-то? Ты знаешь, наверное, ну так, если рассуждать, то, наверное, и тот, и другой вариант нас бы устроил, но в плане продаж мы на горизонте не видим потенциального покупателя, поэтому, наверное, в него не целимся, хотя периодически какие-то запросы к нам приходят, какие-то иногда даже встречи по этому поводу происходят, но в перспективе, не знаю, пары лет вперед мы не видим. Поэтому так как мы все свои бизнесы развивали самостоятельно, и каждый следующий шаг развития был из дохода, из прибыли, поэтому для нас, наверное, все-таки это бизнес, который должен приносить операционную прибыль. Скажи, пожалуйста, как вы наполняете площадку мероприятиями? Это сами организаторы мероприятий идут к вам, либо вы мониторите мероприятия и выходите на них, и связываетесь? По второй модели мы действовали, когда были, ну то есть только так и привлекали аудиторию, когда были маленьким билетным оператором. Сейчас, наверное, там больше 90, даже 95% событий организаторы самостоятельно к нам обращаются, более того, они используют интерфейсы для самостоятельного наполнения, то есть ты как организатор можешь сам добавить свое событие, вывести его в продажу и минимально или вообще не задействовать наш бэк-офис для этого. Ну и часть клиентов, да, конечно, нужно мониторить, что происходит, искать новых артистов. География деятельности только Украина? Да. Почему не идете на глобальный рынок? Ты понимаешь, я думаю, что билетных систем в мире очень много, то есть сама по себе функция распространенная, ну система, которая может принять зрителя и обменять его деньги на, условно говоря, штрих-код, поэтому мы пока не имеем какого-то уникального торгового предложения, где бы сама система, сам интерфейс мог бы завоевать рынок. А с точки зрения, то есть наш успех как раз вот в той операционке, как мы ее построили, в знании о нас, и на других рынках это было бы воспроизводимо, ну вот как бы когда ты полный комплекс, как бы полностью открываешь компанию, начинаешь какую-то операционную деятельность. Видимо, чувствуем, что в Украине еще большой для нас рынок. А ты затронул вопрос о роста. На сколько процентов в год растете по сравнению с предыдущим годом? От 50 до 70. А рынок? Онлайн-продаж. Ну или онлайн, вы же не только в онлайне, вы и в онлайне. Это весь рынок. Ты имеешь в виду, сколько транзакций происходит в онлайне? Да, сколько, ну вообще нет, насколько растет рынок, то есть вот объем рынка билетов вы мониторите, приблизительно какое количество в Украине всего продается билетов? Скажем так, этот рынок, он достаточно консервативен в плане обмена информацией, поэтому мы можем мерить по себе, по крупным конкурентным событиям. То есть до последнего события мы не отслеживаем его результаты, поэтому в точности посчитать рынок не можем. Но в этом году, мне кажется, рынок где-то на треть вырос по сравнению с предыдущим годом. То есть вы рынок обгоняете в росте, получается? Конкурентов много в онлайн-продажах? Ну, есть. Ну сколько, 3, 5, 10? Ты знаешь, ну, наверное, в совокупности в стране, может быть, там и десяток есть компаний, которые достойно представлены в тех или иных городах, в том числе в Киеве. Но объективно, там еще одна-две компании, с которыми интересно конкурировать. Окей. Расскажи про команду. Это креативная команда, это как осуществляется управление? То есть тот штат, несколько десятков людей, которых ты назвал, это у тебя строгая оргструктура с четким функционалом, с четким распределением обязанностей, либо это какая-то холократия? Я про холократию буквально недавно прочитал много материалов, сходил в КМБШ, послушал лекцию. То есть я понимаю, что, наверное, мне нравится сама идеология холократии, но я не верю ей в то, чтобы она заработала в полном объеме. Хотя создание команд и выделение в них ролей, как подход мне нравится, и для определенных проектов мы именно таким образом стараемся подходить. Поэтому совсем жесткой структуры, как жесткого такого скелета, наверное, нет. Ну, безусловно, есть я как руководитель компании, есть мои партнеры, которые… То есть изо мной есть какие-то департаменты или какие-то… Даже не департаменты, а какие-то направления, которые я беру на себя главную роль. Есть партнеры мои, которые в каких-то других задачах говорят, вот, главная роль. Например, мы сейчас работаем с рынком на тему того, чтобы автоматизировать… Есть такая проблема у зрителя. Он не может, купив билет на событие, если у него меняются планы до наступления события, у него нет законных оснований вернуть свой билет. Это законом не предусмотрено, никаким. И возникает такой, как бы, небольшой конфликт. Ты купил билет, у тебя сменялись планы, и ты не понимаешь, что с этим делать. Ты обращаешься к билетному оператору, билетный оператор говорит, вы понимаете, мы вам не должны этого возвращать. Но мы спросим у организатора. Организатор говорит, ну, верните или нет, не верните. И это вызывает хаос. Когда таких заявок становится в штуках, в процентах мало, но в штуках много, то возникает боль. И зритель эту боль переносит на билетного оператора. Он не понимает, кто там за нами стоит. Какой-то неясный ему организатор. Он говорит, я же купил билет у вас. И, более того, зритель убежден, что его защищает закон о защите прав потребителей. Классное название. Он думает, что… Он справедливо думает, но нет, к сожалению. И сейчас мы работаем в переговорном процессе со всем рынком, со всеми организаторами о том, чтобы просто в отрасли договориться. Давайте договоримся, что билет на события до его наступления по каким-то правилам зритель может сдать без какого-то дополнительного согласования. Мы провели анализ, какой возврат железнодорожных билетов, какой возврат в прокатной киноиндустрии. Понимаем, что все это стремится, там, колеблется от 1 до 2% отвала, что не очень болезненно для событий. И вот я поведу к чему. У меня загорелись глаза вот конкретно на эту идею. Я, там, моя роль, вот я старший по реализации этого проекта. Слушай, ну, я как человек, который учит строить четкие структуры, распределять функционал. Я обычно, знаешь, как бы я транслирую, что подобная, вот такая, как сказать, некая фривольность, да, в распределении обязанностей и создании таких гибридных должностей, она приводит к тому, что рано или поздно, во-первых, мы получаем незаменимых сотрудников, который собрал себе какой-то уникальный, очень разношерстный опыт. И при этом, даже если завтра с ним что-то происходит, там, уехал, ушел в декрет, то очень сложно его заменить. И плюс очень сложно масштабировать такую компанию. Ну и как следствие, собственник сильно погружен внутрь. Вот насколько ты чувствуешь в себе эти фривы? Смотри, я с тобой абсолютно согласен. Структура должна быть такой, чтобы снизить зависимость от людей, от коллег, с которыми мы работаем. Поэтому все-таки есть структура, если у нас есть там HR-департамент, есть отдел по работе с организаторами, есть сервисная служба. И я, как руководитель или какой-то там руководитель другого департамента, он не вмешивается в работу отдела. Есть инструкции, процессы. Мы оцифровали всю свою работу через ERP-систему. Мы практически не пользуемся электронной почтой, мы в чатах не ставим друг другу задачи. То есть все эти вещи и процедуры стараются быть описанными и созданными таким образом, что если меняется человек или меняется его роль, то на смену приходит другой, и он очень быстро погружается в контекст всей нашей работы. Пример, который я тебе привел, это, скорее, допустим, возникает проект. Проект по введению единых отраслевых правил возврата билета. Это, ну, чья это задача? Маркетинга? Может быть. Сервисные службы? Может быть. Но не точно. То есть эту задачу нужно взять, реализовать, и когда она будет завершена, она вряд ли будет повторяться. Поэтому я привел тебе этот пример. У меня возникла эта идея. Я маркетинг попросил провести опрос. Я маркетинг юристов попросил написать запросы в разные компании для того, чтобы получить официальный ответ на тему статистики. То есть, в общем, я как проектный менеджер просто выступил. Проект завершится, и тут нет какой-то незаменимости. Более того, есть менеджеры. То есть я, наоборот, таким образом стараюсь формировать культуру внутри компании, показывая, что если есть классные идеи, которые соответствуют нашей миссии, улучшают наши взаимоотношения со зрителем или с организатором, давайте их обсуждать, делать, и вот инициатор может стать главенствующим. Более того, я даже как руководитель компании, в некоторых проектах могу быть… Моя роль может какой-то суппорт быть, согласовать какое-то решение с каким-то из сложных клиентов или с какими-то государственными структурами. Окей. Насколько я знаю, ты закончил программу MBA. Да. А где я обучался? В Международном институте бизнеса. Дорогая программа? Ты знаешь, она была в гривнах. Я, условно говоря, наверное, тысяч 10 долларов я заплатил. Это сколько длительность обучения? Почти два года. И вот расскажи свое впечатление. То есть такой, знаешь, спорный вопрос, который витает в воздухе. Сейчас нужен ли собственнику бизнеса MBA или нет? Твое мнение. Я считаю, что нужно. Я считаю, что мне было это очень полезным. Я пошел в 14-м, получается, в 15-м году. В 14-м я решил, что мне нужно, и в 15-м пошел заниматься. Это как раз был такой период. Опять-таки вспоминаем кризис. Не знаю, как у тебя, но мне кажется, каждому человеку нужны советники, менторы. Нужны какие-то ориентиры, когда ты наблюдаешь, смотришь за успехом других людей, которые тебя вдохновляют. Вот в 14-м году у меня ровным счетом исчезли все ориентиры. То есть люди, на которых я смотрел, или бизнесы, которые мне нравились, все находились в одинаковой депрессии. У кого-то плохо, у кого-то очень плохо. Настроение было у всех отрицательным. И мне нужна была персональная какая-то подпитка энергии. Для меня обучение, я попал в среду двух десятков людей, которые со схожей мотивацией, с теми же устремлениями в поисках энергии. И я уверен, мы друг друга очень сильно зарядили. То есть это первая часть. Вторая часть, все-таки те знания, которые даются, какое бы образование у тебя не было до этого. У меня экономическая нархоза, Национального экономического университета, там же я закончил магистратуру. Но за 15 лет после выпуска мой уровень управления компанией превратился в такой основанный на опыте, что ли, собственном опыте, с большим количеством, с моей точки зрения, ошибок. Поэтому я какие-то вещи освежил по менеджменту. Очень мне помог курс финансов. Я честно осознал реальную роль HR в бизнесе. Причем это как раз озарение для меня произошло в рамках моего обучения. Называется это MBA или какие-то короткие программы. Даже я посещал, когда-то я тебе говорил, одну из твоих программ. Я нахожу это окей. То есть я считаю, что учиться, читать, советоваться, использовать менторинг просто необходимо. А расскажи вот про управление финансами. То есть вы ведете отдельный управленческий учет. Да, конечно. Три отчета, баланс, пендель, кэшфлой. Да, да. Окей, прогнозируете каким-то образом будущее? То есть какая-то финансовая модель управления денежными потоками. Ты знаешь, у нас хорошо с пониманием того, как это должно быть, но не так все хорошо с реализацией. Мы, условно говоря, от Excel таблиц перешли уже на управление через специализированный софт. Но вот мы используем один SRP. Но даже сам переход у нас занял почти три года. То есть когда мы там поняли, так, все, давайте, хватит Excel таблицы, давайте сделаем софт, подобрали программу. На тот момент какую-то другую. Нам поставили срок на проект шесть месяцев. Мы сказали, давайте за три справимся, что-что делать, и вот уже третий год. Окей, расскажи про бизнес, организации собственных событий больших. То есть ты упомянул концерт «Монатика», который будет. Сколько таких событий уже всего вы сделали, больших, масштабных? Ой, ну десятки. Я точно не знаю, очень много. Ну, например, примеры просто, чтобы те, кто нас смотрит, ассоциировали вас с этими событиями. Ну, из последних, вот, например, «Премия Юна», лучший концерт года, опять-таки, тоже Дима Монатика в прошлом году во дворце спорта, «Бумбокс» во дворце спорта, «Ляпис», «Бруто». Мы долгое время были известны как организаторы электронных фестивалей. Это «Глобал Гэзеринг», «Гэдс Кичен», «Сенсейшн», «Армин Онли», «Приезд», «Выступление Тиеста». У нас весь коридор в афишах. И каждое такое событие собирало там от шести до двадцати пяти тысяч человек. Ну, прям очень много. Мы активно этим занимаемся с две тысячи крупными фестивалями с 2006 года, уже 12 лет. Подобное мероприятие – это рисковое мероприятие? Конечно. То есть, я так понимаю, есть изначально какие-то косты на аренду локации, гонорары артистам и прочее. Главная компания. То есть, фактически, вы расходы образно веренесете наперед и потом вынуждены их компенсировать. Да. Провалы были, когда вы уходили в минуса? Можешь рассказать про… Слушай, да, мы… Вот «Сенсейшн» – это самый лучший дэнс-эвент планеты, где ключевыми элементами… Два ключевых элемента, когда сцена находится всегда в центре зала и дресс-код белый, когда на мероприятие можно выпасть только в абсолютно белой одежде. Это потрясающее мероприятие. И если я верно помню, то мы там на последнем из них, по-моему, попали на 150 тысяч евро. То есть, это было красиво, прекрасно, вдохновляюще, но с точки зрения денег был… А в связи с чем? Что пошло так? Не продали места? Не допродали места. Ну, скажем, там был ряд ошибок. И, да, недопродажа. То есть, был высокий порог, как бы, точки безубыточности. Возможно, что-то по спонсорам недозаработали. Ну, и очень высокая стоимость самого проекта, производства, фии, гонорары. Вот были и другие проекты. Понимаешь, в шоу-бизнесе это, ну, это окей, модель, когда все-таки ты в каких-то проектах, ну, вот они отрицательные. Мы участвовали недавно в приездах Глэна Хьюджиса в Октябрьском дворце. И тоже это был для нас минусовый проект. А какая доля вообще? Как нормальное соотношение в твоем понимании? Позитивные проекты к отрицательным? Есть какая-то норма? Ну, это, знаешь, как в казино. То есть, грубо говоря, практически ты занимаешься бизнесом, ты где-то играешь в таком своеобразном казино, хотя там стараешься управлять. Ты знаешь, мы долго… Вот есть категория организаторов, промоутеры и концертное агентство. Вот пока ты находишься в категории промоутеров, ты играешь в казино, потому что ты все время пытаешься привести того артиста, музыка которого тебе лично нравится. Это очень сильно мешает. Раскрой разницу, промоутер или концертное агентство. Промоутер. Это вот когда ты влюблен, как мы, в электронную музыку, и мы специализировались, мы любили хаос, транс, техно, и возили артистов, и нам казалось, что наш бит достаточно для успеха. И когда это там один раз, два, три, пять начинает срабатывать, у тебя стирается ощущение риска, и тут наступает какой-нибудь sensation в минус 150. Если ты концертное агентство, то ты, в принципе, не возишь того, кого ты любишь, ты анализируешь по объективным показателям. Сейчас таковых достаточно, там, не знаю, фолловеры в социальных сетях, упоминания, там, Google Trends ты смотришь, вовлечение аудитории, то есть смотришь какие-то примеры на других рынках, у тебя какие-то бетчмарки, и после этого ты начинаешь, ты смотришь на успех похожий, на результат даже, не на успех, на результат похожих событий на твоем домашнем рынке. Ты, ну, составляешь прогнозный план, и только тогда принимаешь решение. Короче, авантюристы и системные бизнесмены. Да, да, да. То есть вот нужно переходить к системному бизнесу, тогда, конечно же, рисков, ну, риски, ну, они должны снижаться. Вы уже перешли, вот, думаю, да. Да, да, то есть мы, вот, после кризиса мы же стали делать, там, концерты поп-артистов, причем сначала это было, первое это было Бруто, потом уже и Монатик, и вот видишь, и Гленн Хьюджис, и Бэт Харт, мы в партнерстве делаем мероприятия, и рэп-исполнителей привозим. Ну, то есть многие, многие события, концерты, которые делает вирус, но очень многих, я не хожу, не присутствую ни как ни организатор, ни как гость, потому что, допустим, мне эта музыка вообще не близка. Скажи, когда организуете какое-то мероприятие, вот, допустим, вот вы будете делать концерт Монатика, ну, либо любой из предыдущих, какие основные каналы сбора гостей? Ну, в первую очередь, конечно же, это онлайн. Для крупных проектов мы используем наружную рекламу, до сих пор не уверен, что нужно продолжать тратить на нее деньги, но она как бы формирует такое ощущение большого события и… Узнаваемость не куб. Да, да, да. То есть не померить невозможно, да? Снаружи нет, а онлайн очень хорошо меряется. Радио, пресса? Радио, ну, в партнерстве прессу нет. Может быть, онлайн медиа, онлайн СМИ для пиара, безусловно. Радио, как правило, да, привлекаем одного из медиапартнеров. Мне кажется, радио в современном формате, ну, в формате там FM-частот, это уже прошлое. В онлайне продаетесь не только на своих площадках, я понимаю, стремитесь… Опять-таки, да, смотри, у вируса, как у организатора, бизнес-задача покрыть затраты и получить прибыль. Концерт.ua для него один из источников продаж. Существует четкое правило, концерт.ua всегда титульный билетный оператор для вируса, но может быть не единственный. Например, сейчас концерт, так-таки, Дима Монатика продают и все остальные билетные операторы. Скажи, если на таком мероприятии, как White Sensation, вы попали на 150 тысяч евро, да? Да, 150 тысяч евро. Что является нормой прибыли для нормального мероприятия, позитивного? В том-то все дело, что ее нету. Вот именно нормы нет, потому что зритель, он иррационален. Ты, ну, хотя так… Ну, вилка, хотя бы. Хотя так, да. Есть залы с фиксированным количеством кресел, ты их оцениваешь, и, скажем, среднестатистический организатор стремится при сборах от 60 до 70 процентов зала покрыть свои затраты, соответственно, 30-40 процентов является ожидаемой нормой прибыли. Если получается 20, то, наверное, это окей. Вот так. На мероприятиях, где со стадионного формата, или, например, там, Дворце спорта, где фан-зона, фан-зона Дворца спорта – это и 100 человек, и 5000 человек. Понимаешь, то есть у тебя может быть… Есть определенный люфт, и ты, может быть, даже не рассчитывал продать все кресла и все места, но за счет высокого спроса ты можешь сделать две вещи. Во-первых, все-таки допродать до последнего кресла, а во-вторых, продать их по совершенно другой цене. При динамическом управлении стоимостью, в зависимости от спроса, ты заложил, условно говоря, X выручку, а сделал X плюс 20 процентов, например. От одного и того же количества мест. Да, знаешь, в каждом бизнесе, грубо говоря, есть какие-то субъективные критерии успешности или неуспешности любого проекта, не важно, мы строим дом, либо делаем концерт. Что для вас, понятно, что минус это по умолчанию, неуспех, ну вот там вилка того, что вы называете ОК, типа мы справились. 30 процентов. 30 процентов от чего, маржинальности или наценки, или что 30 процентов? Для нас ОК, это если мы, построив планы в начале, достигли их в конце, то есть вот запланировали продать там 10 тысяч билетов на это событие и продали 10 тысяч билетов, вот это является успехом. То есть когда точное прогнозирование в начале происходит, то есть нет ощущения, что на этого артиста придет там 100 тысяч человек, да? Ну смотри, я почему спрашиваю, то есть грубо говоря, мы там все, кто нас смотрит, видят регулярно какие-то анонсы, там даже не только там твоих мероприятий, любых других организаторов, да? Вот сколько в среднем при позитивном результате зарабатывает организатор на одном концерте? То есть вот в деньгах, в деньгах, да? Плюс-минус. Ой, да я не знаю, правда. Все-таки, ну тут, вот в маржу можно предположить, что там 30% являлось БОК, но одно и то же событие, в смысле разные события в одной и той же площадке, даже с одинаковым количеством зрителей дают, там же есть неизвестный фактор стоимость артиста, стоимость рекламной кампании. Например, на одно событие ты можешь, допустим, для совсем молодежи, ты можешь при помощи СММа за очень недорого продать весь зал. Ну да, я понимаю. Потратить там 10-20 тысяч гривен на анонс и сделать вал там в 3-4 миллиона гривен. Ну тогда давай, может, по-другому. Смотри, если на мероприятие можно уйти в минус 150, реально ли на нем уйти в плюс 150? Да, конечно. То есть это нормальная метабельность, окей. Ну, в смысле, может быть реальные цифры. Хорошо. Скажи, пожалуйста, о своей организации. Знаешь, как у тебя построена вся работа? У тебя несколько компаний, несколько направлений. Там есть исполнительные директора, либо ты полностью вовлечен во все эти... Нет, я вовлечен только операционно в концерт.юа. То есть я и руководитель, и операционный директор концерт.юа. Но на каждой, скажем так, следующей итерации я стараюсь все меньше и меньше. То есть моя цель полностью выйти из операционной деятельности в концерт.юа. Меня нет в операционке вируса, меня нет в операционке балетажа. Я скорее как, ну, скажем так, у нас такого понятия нет внутри, там, совет директоров. Но, в принципе, управление происходит вот по таким принципам. То есть принятие там стратегических решений, да, вот, в тех двух компаниях, но в операционке нет. А в концерт.юа я стремлюсь уйти от операционной деятельности, как раз формирую такую структуру управления, такую систему управления, чтобы каждое следующее решение в меньшей степени зависело от меня и подчинялось каким-то там просто понятным правилам. Скажи, какая твоя загруженность вообще? Сколько времени ты тратишь на работу, на управление своим бизнесом? Все. Все это с 8 утра до 12? Операционное управление или стратегическое? Стратегическое вообще никогда не прекращается. Ну, грубо говоря, в среднем, то есть дней в неделю, часов в день, да? Смотри, я работаю, как и все, у нас офис работает традиционно с 10 до 7, я, как правило, в 10, в начале 11, там, в зависимости от тренировок, появляюсь в офисе и ухожу в районе там 8+. В рамках этого рабочего времени, то есть получается, что это 9-10 часов, у меня есть операционные задачи, у меня есть время или дни для встреч, у меня есть стратегические блоки, когда я там либо с партнерами, либо с руководителями направления уделяю очень много времени.